Дорогой батюшка, вы просите рассказать меня о том, как я прибыл на Афон, когда, как стал монахом и вообще о жизни моей на Афоне, а также бывал ли я у святого старца отца Паисия или Парфирия и прочее. Ну, во-первых, это долгая история, да к тому же я все собираюсь обо всем этом как-нибудь написать более подробно, но, увы, лень матушка не дает мне этого сделать до сих пор. Да и то, надо сказать, если писать все как было, то получится очень нерадостная история, ибо на нашу долю выпал, я бы сказал, интересный и очень даже интересный отрезок времени. В Силуане уходило старейшее поколение старцы, которые жили еще при святом старце Силуане. На их смену приехали другие монахи уже с другими нравами, а мы приехали со своими недугами, а нас сменили новые поколения и так далее. Матерь Божия нас всех терпит, питает, греет и, надо сказать, несмотря на все наши недостатки, любит, в чем можно привести много и много примеров. Ну что же, исполню вам послушание и совсем кратенько расскажу о своем житии и бытие здесь у нас на Афоне. Господи, благослови сказать что-нибудь на пользу ближнему, молитвами Богоматери и всех святых Твоих. Аминь. Итак, с Божьей помощью начну свой малограмотный рассказ, так как за эти годы я язык-то русский забыл и говорю, как вы слышите, с акцентом. Ну, во-первых, надо сказать, что на фон я попал по благословению старец, которые подвязались в наших краях. По их молитвам, по молитвам родных, Господь управил остопы мои на стезю монашескую. И вот как это случилось. По милости Божьей в наших краях проживали старицы, у которых окромнялась и наша семья. Это юродивая тетя Наталья, которая, кстати сказать, скончалась в возрасте 147 лет. Это три сестры, Анисия, Матрона и Агафия, три родные сестры, которые отсидели в свое время за веру православную в ссылках и по несколько раз. Это и Андрей Беленький, который посещал нас и другие. Но не будем о них говорить, потому что о них, о житии их, вышла книга, которая так называется «Три сестры». В этой книге есть и мои воспоминания о их рассказах, и они запечатлены на страницах этой книги. Сейчас готовится дополнительное издание. И совсем недавно, в прошлом году, надо сказать, я послал также свои воспоминания, которые всплыли, так сказать. И надеюсь, что и они войдут в новые издания. И вот наша семья окромлялась у них. Мать часто ходила в храм, а из храма заходила к этим вот трём сестрам, а иногда и к тёте Наталье. И она всё говорила, что необходимо. Мать никогда её не спрашивала ни о чём, она сама всё говорила. Так вот и случилось со мной. Я никогда не думал быть монахом, тем более священником. Жили, правда, мы верующие семьи, мать была глубоко верующая. Я до сих пор, по милости Божьей, живающий и здоровый отец. Жили, во-первых, не было литературы, так как были пожары. Несколько раз сгорели мои родные. Сгорали дома. Был один молитвослов у Ревны, и тот без начала, без конца. В детстве любил ходить славить Христа на Рождество. Ездили в храм великим постом там. Ездили обычно на лошади, насажают нас, отец всех, на сани. Ночью едем в храм. К службе пусть певали. Храм этот находился в 12 километрах от нашего дома. Отец Валентин там подвязался, о котором, кстати, сказать надо. Тоже в книге о трёх сёстрах говорится. О его житии. Всю той жизнью был человек. Отсчитывал, надо сказать, бесноватых. Вот мы ездили туда, причащались несколько раз в году. Когда подросли, мать говорила нам, надо было бы съездить в храм, причаститься. И так, делая одолжение как бы матери за послушание, ездили в этот Новотомниково, который 12 километров от нас был, ездил на велосипеде. А в Куршатск, вон от нас этот храм находился где-то в 25 километрах. Ездили на автобусе обычно. И там встречались с тетей Аниси часто, с тетей Аниси, с тетей Матроной. А тетя Аниси, ой, тетя Матрона, у нас младшая сестра ихняя, жила, можно сказать, месяцами, потому что приходилось собирать к нам грибы. И вот в такой атмосфере мы жили. Вот я пошел в армию, попал в Казахстан. Ракетные войска. Но, к счастью, ракет я правда не видел, так как меня, по молитвам старец, иначе никак это не объяснить. Послали учиться на санинструктора, на медика, так сказать. Совсем другую дивизию. Там шесть месяцев мы проучились и снова вернулись в свои войска, но уже с сержантами и санинструкторами. Служба была очень легкая. Времени было предостаточно свободного. И вот подходил уже дембель. И, как все молодые юноши, думаю, ну что ж, поеду в деревню, останусь там и буду жить, как все. И перед дембелем, как раз это было весной, было весной, пошел великий пост, думаю, заодно и попощусь. И сгоню лишний вес. И сгоню лишний вес. Вот начал поститься, по снарядам лазить, по турникам. Пришел в форму, чтобы появиться на пляже в хорошем виде. Вот такие были мысли. Но Господь судил иначе. Придя с армии, буквально через неделю, мать посетила вот эту еродивую тетю Наталью. И она ей, не обвинуясь, сказала, Ольга Алексеевна, у тебя пришел второй сын с армии Николай. Мать ей отвечает, да, пришел. Кстати сказать, я был четвертым ребенком, а всего у нас было шестеро у родителей. Да, пришел, говорит, ну вот, скажи ему, чтобы он ко мне пришел. Мать пришла, и вот объявляет мне, Николай, тетя Наталья хочет тебя видеть. Но я уже знал о ее прозорливости, знал о ее возрасте, что она уже ветхая деньгами. И думаю, нет, не тут-то было. Не для этого я два года пахал в советской армии. Не пойду ни к какой тетей Наталье, а буду заниматься своими делами. И ходил на рыбалку, которую я с детства любил. Ну и в клуб иногда захаживал. Помогал родным там устроить по дому. Но потом, не прошло и недели, у меня напала такая тоска. Вот, все мысли о этой тете Наталье, обязательно идти хоть по водам, а увидеть ее. Ну, уже было стыдно как-то перед матерью. Ну, поскольку я очень изворотливый всегда был, нашел выход из положения. И говорю матери, мама, Ладно, не скорби. Пойду, схожу, утешу тебя. Но только ты со мной не ходи. А почему не ходи? Ну, думаю, мало ли что скажет. Это юродиво, у нее все в голове может быть. Вот. Ну и пошел. А поскольку надо было ехать туда на двух автобусах добираться, то я сначала заехал в Шацк, оттуда в Ялтуново, где жили три сестры, в деревню. Пришел к тете Анисе, рассказываю, вот тете Анисе, так и так, была мать у тети Натальи, просит, чтобы я пришел. Зачем? Меня беспокоит. Ну, они меня успокоили. И тетя Анисе распределилась. Агафья, это была младшая сестра ихняя, свози Николая к тете Наталье. И так с радостью согласилась. А, конечно, духом они уже все провидели и знали заранее. Все. И вот мы едем, снова едем в Шацк, оттуда, в Путятино автобусом. Приехали рано утром, прошли леском. Тетя Анисе, тетя Матрона идет, радостная такая, веселая. А я, как овча, на заколение влекусь. Думаю, что там она скажет, что скажет. А может, еще и грехи все объявят, вслух всех. Ну, конечно же, искушение бесовское. Шли-шли. Подходим к дому. Постучались. Там открыли послушницы. Тетя Наталья. Это была тетя, как ее, Шура и другая тетя Таня. Сейчас они уже приставились ко Господу. Покойницы. Пришли, войдя в келью, слева от нас была небольшая кроватка, столик перед кроваткой стоял. Вот там покоилась тетя Наталья. Ее подняли. Она перекрестилась и говорит. Ну вот, слава Господу, Николай пришел. А я, говорит, тебя уже жду целую неделю. То есть, она дала сразу же понять, что она молилась за меня целую неделю, чтобы Господь вразумил меня прийти к ней. Ну, прошел я, сел на диванчик напротив нее и началось что-то невероятное. Она, поскольку не было у нее зубов уже, старуха, шамкает зубами и эти послушницы были как бы переводчицами. Только они ее понимали, что она говорила. И говорит, несите ему полотенце. несут полотенце, благословляют, дают в сумку, клади, кладут в сумку. Несите сахар, несите то, чего только не нанесли в мою сумку. Хлеба там, все, что было дома, я думаю, нанесли. Потом даже она кушала яичко и осталось это яйцо. И это яйцо мне положили. а еще что удивило всех, она взяла и перекрестила обыкновенным крестом, как бы благословила. Я поцеловал ее руку. Когда я поцеловал ее руку, то она такая, как бы прозрачная была, все до капилляра просматривалось, потому что, конечно, как детская, но в то же время старческая такая рука, как мощи, можно сказать. Вот. Ну, я, конечно, возмутился, думаю, к чему этот весь базар, к чему это такой вот маскарад, и говорю тетя Таня и тетя Шуры. Спросите, чего она юродствует-то? К чему это? Я никуда не собираюсь, а тут какие-то... А, да, когда она все это давала, то приговаривала, у него длинная дорога, ему надо все это пригодиться в дороге. А я никуда не собирался, мне нравилась деревня моя, вот, с лесами, с речкой, с озерами. В общем, у нас... Мы жили на хуторе, в то время там было всего 13 домов. Вот. Все было, поэтому никто не собирался ехать. А она отверли ему дорога. И вот, когда я спросил через своих переводчиц, они донесли... А, тетя Шура или тетя Таня, не помню, Николай, никого так не встречала тетя Наталья, как тебя? Ты, наверное, архиереем будешь. Посмеялась. И спроси, чего она юродствует. Вот ее спрашивают, тетя Наталья, что бы это все значило. А та говорит так резко, так он же монахом будет. Господи, когда я услышал, что я буду монахом, то, конечно, мне все внутри перевернулось. Думаю, нет, не будет, по-твоему, а будет, как я хочу. Никаких монашеств, никаких поездок. Ну вот. И довольно-таки недовольный, не помню, поблагодарил я ее, не поблагодарил. Вскоре мы и оставили тетю Наталью. И отправились я в деревню, тетя Ганя к себе домой. Приехал, конечно, молчу, как партизан. что мне сказано было. Думаю, нет, будет по-моему, не по ее. Ну, потом так случилось. Попал в монастырь. Поехали мы. Не помню, как-то случилось. А, просто были знакомые, которые ехали по монастырям, а тогда было это Золотое кольцо, ехали на Риву, оттуда ехали к отцу Тавриону, в пустынку, там жили несколько дней, потом ехали в Печоры, к отцу Иоанну, крестьянки, но оттуда в Пухтице, в Вильнюс. Вот. Ну, и вот я поехал. Поехал по монастырям. А, а почему поехал? Потому что мать тоже говорит, Николай, ты сейчас с армии, отдохни пока. Вот едут по монастыря, может, поедешь. Ну, я согласился, дала мне 300 рублей, как сейчас помню, теми еще брежневскими деньгами. Я поехал. Побывал в монастырях, был отца Тавриона, был в Вильнюсе, был у отца Иоанна, был в Пюхтицах, в Москве походил по храмам и приехал. Приехал, это было где-то наверное в июне, а уже где-то в августе новая паломническая группа намечалась. А почему? Сейчас скажу. Тетя Неся, поскольку если кто прочитает книгу Три сестры, там все ясно, вот, окормляла очень много девиц, которые проживали в тех селах, и вот эти девицы, поскольку были не замужни, все деньги, которые у них были, несли тетя Неся, и потом снаряжали кого-нибудь, и везли эти деньги по монастырям, чтобы записать на вечность, там, или на 10 лет своих родственников. Вот собралось много денег, да к тому же тетя Неся, тетя Ганя и тетя Матрона сделали много свечей, несколько чемоданов, и надо было их свести по монастырям эти, и деньги, и свечи. И вот предложили, Николай, может, ты бы возглавишь эту группу? Ну, я говорю, я свободный, мог бы, конечно, тем более, я уже знаком со всем этим. И вот эта группа была готова. Когда увидел эту группу, чуть не ахнул. Это наши пепчи, в основном, с рамок Шацкого, и старушки, которые даже некоторые были в зипунах, вот, такие старомодные, с которыми мне даже было стыдно ехать по Москве и по городам. Ну, ладно. Забрали вещи, поехали. Приехали в Москву. Оттуда шел тогда хорошие поезда на Ригу. Не было простых билетов, пришлось взять купейный. И вот мои старушки впервые оказались в таких условиях человеческих, так сказать. И всю ночь не спали, бедняжки, от того, что стеснялись. Вот. Ну, ладно. Приехали в Ригу. Потом поехали к Отцу Тавриону. Моим спутницам очень понравилось там. А на меня опять напала как бы тоска. Но это все по молитвам тети Натали и тети Аниси. Мне не терпелось быть в Печорах. Они умоляли меня, говорят, Николай, куда ты нас оставляешь? Мы же малограмотные. даже прочитать не умеем. Как мы доберемся без тебя назад? Но я их успокаивал. Я говорю, слушайте, язык до Киева доведет, Господь вас не оставит. Мне надо обязательно быть в Печорах, в Печорах встретимся. и вот несмотря на их слезы и умоления, я их оставляю и бегу к вокзалу. Прибегаю к вокзалу, электричка стоит на Ригу. Бегаю, едем на Ригу. Приезжаю в Ригу, а поезд, который идет на Печоры, через 10 минут отходит. Подбегаю к одной проводнице, говорит, все забито. Подбегаю к другой, говорит, если вам нетрудно, только до Выру есть свободное место, а после Выру вам придется в тамбуре стоять. Я говорю, конечно, это же счастье. Прыгаю в поезд, поезд трогается, и уже когда проехали, может, 10 километров, вот эта тоска спала, и я как бы внутренним голосом таким, это надо пережить, конечно, что вот сейчас ты едешь по назначению. Все хорошо. Приехал я в Печоры, а в это время из Оренбурга приехал отец ирмонах Мисаил Томин приехал, чтобы проститься с отцом Иоанном, так как он уезжал на Афон, быть населником на Афоне. Он меня не знает, я его не знаю, никогда не встречались. И вот после литургии я подхожу к отцу Иоанну, крестьянкину, он дает мне просворочку, разговариваем, говорит отец Николай, а ты что приехал на нас? Да я уже сам не знаю. Ну как так? Может послушником хочешь? Да вроде и нет. Какая специальность? Ну я ему рассказал все. И в это время вдоль нас проходит вот этот отец Мисаил Томин украшением крест на нем ряса останавливается и говорит отец Иоанн я хочу ехать в Пюхтицкий монастырь, никогда там не был. Может вы найдете мне спутника, поскольку я не переодеваюсь, хожу в рясы, а это был надо сказать 1975 год. Вот. Хожу в рясы, поэтому кто знает, беру такси, а он говорит так как же не не найду вот стоит твой попутчик на меня указывает Николай, ты же хочешь поехать в Пюхтицкий? Да, мне же там целый чемодан свечей надо передать. Ну вот вроде поезжайте вместе, Бог пластит. И вот я слежу за этим архимандритом, чтобы он меня не обманул. Думаю, впервые такое расстояние приехать на такси, это же вообще для меня была роскошь. Не надо платить во-первых, билеты, экономить деньги, а во-вторых, на такси такое дальнее расстояние, тогда это для меня было первое. Ну вот, такси подошло, и мы выехали. Едем, я сижу на последнем сиденье, а отец Мисаил сидит рядом с водителем, и вдруг он начинает рассказывать водителю, вот, есть возможность поехать на старый Афон. И я, говорит, по милости Божьей, вот, еду скоро на Афон, приехал проситься с отцом Иоанном, сейчас еду в Пюхтице, у меня в Оренбурге дом, вот, сестра там живет, двоюродная, в доме, не на кого оставить, и прочее, и начал говорить об Афоне, там, всякие, и, что было, и что не было, и, в общем, ну, как обычно. И когда я услышал об Афоне, что есть возможность на Афон поехать, то, даже, можно сказать, не сознавая, я сам сказал себе, ну, раз есть возможность поехать на Афон, и я поеду на Афон. И вот так, в такси, дал, можно сказать, обед поехать на Афон. приехали мы в Пюхтице, матушка Варвара меня уже знала, вот нынешняя Георгия матушка, которая в Иерусалиме также меня знала уже тогда, потому что я там был несколько дней до этого. Он рассказал о себе, отец Месеил, познакомились они, и вот матушка Варвара начала мне, так сказать, говорить, Коленька, пожалуйста, поезжай в этот, как его, в Оренбург, смотри, батюшка уезжает на Афон, там такая благодать, вот, при церкви будешь работать. Ну, я говорю, не знаю, как получится. Вот, подпоясала меня пояском, матушка, матушка Георгия моргнет, она была келеница у нее, та несет поясок, Коленька, говорит, будешь монахом, говорит, что там, не смотри-то на девок, матушка, ну, как же, да, ничего хорошего нет в замужней жизни, ну, и прочее в этом тоне. Я умиляюсь только, вот, та была простота, да, и вот, помню, поехали мы из Пухтиц. Я подпоясан пояском, четкий у меня в руках матушкины, едем в Оренбург. Приехали в Оренбург, вот, я сразу устроился при церкви в шеточном заводе, Владыка Леонтий нас принял хорошо, стал читать вскоре и подиаконствовать и подал прошение, подал прошение, а в 76-м году, то есть через год, отец Мессаил уехал на Афон и остался один в ее доме с тетей Клавой, которая, кстати сказать, скончалась с химонахиней Ксенией. и вот жил там и подал тоже прошение и ждал вызова на Афон. Вот так в такси дал обед и так я оказался в Оренбурге. потом за две недели до отбытия нашего на Афон меня владыка постриг в монашество и священники монахи руку положил, чего я, кстати, очень не желал, но за послушание пришлось принять сан иерейский. конечно, много интересного пришлось пережить и в Оренбурге. Вот поскольку все-таки говорить это не писать, то можно, конечно, рассказать такие случаи, когда вызывали КГБ. Как же молодой человек в церковь появился. Это интересно. И вот помню, ко мне приехали мама в Оренбург. Кажется, тетя Ганя даже приехала. Кажется, да. А мне пришла повестка явиться в военкомат. Это первый был вызов, так сказать, в лапы КГБшников. Пришла повестка, я получаю эту повестку, а внутри как бы сердечный такой голос, все говорит, что повестка не военкомат совсем, а просто КГБшники вызывают. И какой дурак будет вызывать призывника в 12 часов дня, ведь всегда все дела делаются с утра, а тут как раз вызывали на 2, в 12 или на 2 часа даже дня. Вот получив эту повестку, я пришел в келью, уложил гостей всех, прочитал Акафи святого Николая и утром сходил в храм, побывал на заводе своем свечном, а поскольку военкомат находился в 5 минутах ходьбы от церкви, пошел в свое время в церковь. Когда увидел, что народа никого нет, то я сразу понял, что меня вызывают КГБ. Волнения не было, а кстати сказать, когда я был санструктором, то от санструктора очень и очень многое зависит в роте, в части военной. и поскольку у нас такие войска были ракетные, много было офицеров, и я как бы там был даже в почете, и поэтому я на эти звездочки смотрел просто как на людей, никогда перед ними не заискывал и не боялся их. Ездил на стрельбище с офицерами, например, вот, отстреляются офицеры, полковник части батальона скажет, дайте и доктору отстреляться, и вот набьют порошки с пулями, дадут пистолет, и я тоже стреляю вместе с ними. И поэтому для меня офицер, что офицер, что рядовой, было однозначно. И когда меня вызвали военкомат, я пришел, мне сказали пройдите, как сейчас помню, 21-ю комнату. Я прошел, приходит в штатском, здравствуйте, здравствуйте, я майор КГБ, господин товарищ, товарищ какой-то, кажется, Крюков, что ли, ну, в этом роде что-то. очень приятно, я ему говорю, рад познакомиться, садитесь, сел. И началась беседа. Беседа длилась часа два, вот, они хотели, конечно, свое добиться, чтобы я согласился работать на них. Вот, говорит, надо поймать, здесь есть люди, которые работают во вред церкви, вот, ограбили там-то церковь, архиерею ограбили, а я им говорю, а эти люди известны, как известны, я говорю, вот, в крокодиле номер такой-то, было о них сказано, и даже фотографии ихнего главаря, который умно составлял телеграммы архиерею, а потом ехал туда, якобы другого архиерея, и грабил того архиерея, ехал к следующему, и так, кажется, восемь архиереев ограбил. Они поняли, что я знаком с этим, начали по-другому, и, в общем, поскольку для я, можно сказать, и не молился, но по молитвам тетя Несси, тетя Гани, и то, что Акафис прочитал, свят Николай положился на волю Божию, в конце концов, оказалось, не они меня спрашивают, а я их. Потом они уже не вытерпели, говорят, да знаешь, у нас везде уши есть, что-то, слово пришлось. Я говорю, я не знаю в ваших ушах, их это взбесило. «Как?» Я говорю, очень просто. Я говорю, вот смотрите, когда я приехал в Оренбург, я, говорю, подал прощение в Москве, что поеду на Афон. Пришел в церковь и сказал, что вот я подал прощение. На утро, когда отец Мессаил пошел к уполномоченному, уполномоченный уже знал о моей повестке, о моем прошении. Тогда КГБшник взревел просто, «Ты знаешь, как это делается?» «Как?» Это вот берется прямой провод с Москвы, звонится и прочее. Я говорю, в том-то и беда, что прощение-то я еще не подал. «Как?» Я говорю, очень просто. Я это сказал на словах, а прощение совсем недавно подал. Но их это совсем вывело из терпения. Да, кстати сказать, когда мы где-то час пробеседовали с первым майором, дверь была приоткрыта, я понял, что там кто-то следит другой и не ошибся. Через некоторое время вошел полковник КГБ и тоже начал мне мозги пудрить. Пудрить. В конце концов, я говорю, на вас я работать не собираюсь, никого я вылавлять не хочу, хотите, вот, для этого есть полиция, милиция, КГБ, пускай занимаются каждое своим делом. Я в церковь пришел не для того, чтобы ловить кому-то, чего-то помогать и закладывать своих православных христиан. Вот. Нет, говорит, будешь. Я говорю, нет, не буду. Да, говорит, ты, наверное, бывал уже в наших когтях? Я говорю, нет, не бывал. Надеюсь, что это первый и последний раз. Он вроде говорит, почему ты спокойный такой? А что волноваться? Я говорю, вы же такие люди, как и я, смертный. Ну, если ты так думаешь, говорит, то ты у нас никогда не вырастешь. Будешь как гриб. Я говорю, я не хочу от вас никакого роста. Вот. И потом, говорит, от вас это совсем не зависит. Ну, в общем, в этом то они поговорили. Они меня выпроводили. Говорят, об этом, пожалуйста, не разглашай, иначе тебе будет просто худо. 23-го, как я сейчас помню, февраля, должен прийти и сказать все, что знаешь о этой компании. И я говорю, придет 23-й февраля и пройдет, а я не приду. Вы знаете это. И ушел. Так что я продолжал работать и подьяконствовать, читать. Очень любил читать. Читал громко. Вот. И вот в мае получаю новую повестку. Явиться в военкомат в 8 часов утра. А вот на этот раз получилось такое, что как бы голос в сердце. Но я говорю, это надо пережить. Вот. Прямо на языке славянском как будто кто-то говорит. В рясе пойдешь спасены будешь. Без рясы пойдешь погибнешь. я не мог понять, к чему это все. Но думаю, шутить с этим голосом не надо. Мисаила не было уже, старца. Был на Афоне, к владыке. С таким вопросом я не обращался. Вот. Да и духовника у меня не было в то время. Потому что как-то не сложилась у нас такая духовная у меня, вернее, жизнь с нашими отцами в храме. И вот с утра и с вечера целый день у меня этот голос в сердце. В рясе пойдешь спасен будешь без рясы погибнешь. Вроде того, что хочешь, то выбирай. Или погибнешь или спасен будешь, но должен пойти в рясе. Тогда я говорю тете Клаве, тете Клава, на завтра приготовь мне рясу. Погладь. Вот. Она, отец, да ты что, с ума что-то сошел? Я говорю, ничего не разговаривай, гладь. Я говорю, раз, рясу, чтобы завтра было готово. А поскольку по российскому обучению надо было еще и сапоги, поехал на базар, купил яловые сапоги под рясу. И вот утром я одел эту рясу, одел сапоги, взял четку, одел скуфейку. Ну, думал, как же я пойду? А потом вспомнил, когда я был в Вильнюсе, то там такой был отец Василиск тогда, а было уже прохладно. я, видно, посинел от холода. И он мне дал свою рясу. Я говорю, отец, так я же против того просто и подякан, и радякан, и никто. Да ничего, говорит, одевай, Бог благословит. Ну, раз у меня благословение есть на наношение рясы. одел рясу, вышел с крыльца. Представьте себе, мне было тогда, шел 22-й год, вот, а тут в рясе, в то время, это же было еще при Брежневе, подо мной как будто земля горит, и вот я иду, уже куда там, не обращаясь на машины, ни на такси, ни на автобус, иду пешком в военкомат. Пришел в храм, там так и ахнули все певчие. Отец, что с тобой? Монахом стал? Я говорю, хуже. Ну, поклонился, взял бы саднюю старцев, у седминичного, и вот, без пяти, или там, без десяти, восемь, все-таки, кажется, к девяти было утро, наверное, к девяти, да, без десяти, это девять, я вышел из храма и пошел к военкомату. Подошел к военкомату, на сей раз, после военкомата, мои призывники, очень много людей, молодежи, и все какие-то угрюмые. Когда я подошел, они скачали, кто на чем сидел, и сделали как бы две шеренги, две цепи, и я вот иду, поднимаюсь в военкомат. Увидела меня секретарша, поскольку она знала уже, извещена была, конечно, что приду и я, вот, от КГБ. То тут же звонит капитану, товарищ капитан, генералов идет, и вот слышу за мной шаги двухметровые, бежит капитан, обгоняет меня, и тут же говорит, товарищ генералов, пройдите в комнату такую-то, я прихожу, вот, говорит, сейчас начинаются учения, учения довольно-таки серьезные, а учения тогда проходили, как знаете, все, два процента смертности, это было допустимо, и вот вы, как призывник, должны следовать, говорю, вот, пожалуйста, я пришел, начался допрос, ты кто? Священник? Я говорю, нет, ты кто? Диакон? Я говорю, нет, ты кто? Я говорю, я служитель церкви, и опять, ты кто? Священник? Я говорю, нет, ты диакон? Я говорю, нет, ты кто? Я служитель церкви, вот так несколько раз они спрашивали, я отвечал, думаю, если сказать священник, я не священник, пришлют мне какую-то статью, и также диакон, и почему я должен лгать, Сзади меня, чувствую, кто-то ходит И вот вышел старший лейтенант Напротив меня И говорит, слушай, поп, а если завтра война? Ну и что, я говорю Один из первых приду Вот на этот же пункт А как придешь? Ну вот так, к рясу В рясе приду Вот как сейчас, только я говорю Еще пару книг возьму, Евангелие с собой Ох, как он выматерился, бедняжка Ну я тут же с жалобой к капитану Ритовичу капитану Что такое? Я слушал эти матерки И сейчас матерится Все-таки мы уже из возраста этого призывного вышли Он, ну ладно, не волнуйся Успокойся Давай, иди Домой Жди вызов И вот пока я не уехал, ждал этого вызова Конечно, я не ждал, я знал, что его не будет Вот это было второе искушение Вот когда первое искушение это было Когда вызвали КГБшники Вот такое было ощущение После разговора с ними Вот Не бойся Когда тебя поведут перед властями И что говорить Не Так там Подождите Евангелие это говорит Не думайте Не гадайте, что будете говорить Дух Святый научит вас в той час Я же подобаю от речи Вот это как раз было А здесь вот получилось совсем другое Здесь был просто голос как бы внутренний И главное, что на славянском языке В рясе пойдешь и спасен будешь и без ряси пойдешь и погибнешь Вот как объяснить эти два случая Конечно, для верующего это все объяснимо Но для неверующих это не знаю как И вот это была вторая Моя, так сказать Вторая, так сказать Что Поход Второй поход В лапы КГБ А третье Искушение, так сказать Я догадался уже будучи на Афоне Вот Поскольку мы жили в деревне От нас мало От нас все скрывали И, конечно И Я был, конечно, очень, как сказать Доверчивый, что ли Ну Или неразвитый, как хотите, скажите И вот когда я уже будучи антипросопом Жил уже на Корее При киноте Попался под руки Один журнал А лучше сказать Приложение к журналу Посев Которые Назывались эти приложения Грани И вот Листая этот журнал Я Посмотрел в оглавлении А там написано Есть ли проституция В Советском Союзе И один чудак Какой-то писатель Описывает Чуть ли не весь этот Журнал Эту книгу О том Ну о этих людях То есть о проститутках Как они работают Но меня заинтересовал совсем пункт Которые я даже не ожидал никогда увидеть Вот Проститутки на службе у КГБ Думаю, неужели есть такое И начал читать Прочитал этот пункт Как там КГБшники Через Ну при помощи девиц Выманивают Информацию и прочее-прочее Я вспомнил такой случай Вот сейчас о нем расскажу Я уже был дьяконом После вот этих испытаний Владыка меня рукоположил Как раз в день Святи Николая Это было 77 год Зимний Святи Николай Рукоположили меня в дьяконы Надо сказать Когда мне рукополагали Я очень плакал Не знаю, что случилось Как будто Не на земле я находился А на небе Такое ощущение И помню Вот Мой брат уже приехал С армии Второй Иоанн Ныне Отец Иоанн Подходит ко мне Говорит Николай Ты что делаешь Смотри Ты же позоришь Я ему через слез Говорю Слушай, Иоанн Вот будут рукополагать Вот знаешь, что такое Да, интересно А когда рукополагал Владыка Читал молитву То Надо было читать 50-й псалом А я Молился Господи Так хорошо мне Как будто у Христа В объятиях Такое вот ощущение было Прости меня, Господи Конечно Так хорошо было Я молюсь Господи Возьми меня отсюда Господи Чтоб не умереть Вот Теперь же Вот как было Да это необъяснимо Конечно Это видно Коснулось Благодать Грешной души моей И это Чувство Целый год Почти меня Так сказать Услаждало Когда Утешало Будучи на Афоне А потом Все прошло Сейчас Хоть что И слизинки Не выдавишь Да Ну ладно Вот я уже был Дьяконом И мне надо было На утро Служить Раннюю литургию А поскольку Ранняя литургия Начиналась В 6 часов утра А я жил Примерно За 40 минут От храма Поэтому Думаю С вечера Приготовлю Евангелие На утро Все проверю Чтобы прийти И без всяких Замешательств Отслужить Божественную литургию Когда я выходил Народ уже Весь Вышел Из церкви Выхожу Один Напротив Стоит такси Ну Думаю Вот видно Кто-то заболел Такси Стоит Видно За священником Приехали И пошел На стоянку Автобуса Вот А тетя Клава Ушла раньше Такси Тронулась И вдогонку Со мной едет Медленным И вдруг Этот водитель Говорит Отец Николай Ой Николай Батюшка А я уже С бородой ходил Садитесь Подвезем В таком веселом тоне Я говорю Зачем Вот Это Остановка Автобусная Совсем рядом Там меня ждут Да Садитесь Подвезут Думаю Такая любезность Интересно Не Я говорю Пройдусь Ничего Приезжайте с Богом Он остановился Я пошел дальше Смотрю Такси Еще раз догоняет Но уже Более Как бы сказать Напористо И смотрю Рука уже Выдергивается Чтобы меня Затащить В это такси А поскольку Подфарники Работали Задние Ааа То я там Увидел Двух девиц Молодых девиц И у меня Конечно Сразу Какое-то Подозрение Чувство Нехорошее А почему Чувства Появились Нехорошее Что-то Плохое Должно Совершиться Я вам Сейчас расскажу Я просто Упустил Когда была Вечерняя служба Вот Эти две девицы Пришли в храм Встали На селе Рядом И вот Одна справа Другая слева И чувствую Смотрят на меня Ну Поскольку Я как-то уже Был уже много лет Много Время И подякан Думаю Вот Пришли какие Красивые девицы Дай Бог им Крепости Чтобы они Утвердились в вере Почему Потому что Вот так же Пришла при мне Уже Когда я жил В Рибурге Одна молодая девица В храм Уже Начала Верую Петь Все А потом Вдруг Ее сманит Пятьдесятники И она Пришла Появилась Через Несколько Месяцев Ходит По храму Руки Сзади С насмешкой Смотрит На всех И вот Я когда увидел Этих девиц Молодых Думаю Господи Укрепи их Смотри Какие Красивые Какие Пришли же В храм Вот И когда Увидел Этих девиц В такси Думаю Стой Что-то здесь Нехорошее И я конечно Быстрее Развернулся И опять Бегу К церкви В такси За мной Пока Развернулось Встало У входа Вход Один Сугроб По колено Что делать Церковь Закрыта Ну я вспомнил Что Когда Бывали Пасхальные Дни Кругом Был кордон Как знаете Вот Не пропускали Верующих К храму Что Верующие Что сделали Они В ограде Аграда Была Железная Одну Штакетину Просто Не приварили Как ради А Ее посадили На гвоздь Или там На шуруп Не знаю Как В общем Ее можно было Отдвигать И вот Знали Близкие Которые В храм Ходили Что там Есть такая Штакетина Которую Можно Отодвинуть И пройти Храм Вот Я вспомнил За эту штакетину И полез По сугробам Дергать Эти Штакетины Дергаю Одну Вторую Десятую Пятнадцатую Наконец Нашел Эту штакетину И даже не знал О ней Знал Но никогда Не пользовался Потому что я Все-таки Был официальное лицо И ходил В церковь Меня пропускали Выскочил Редак Молчи И сейчас И сейчас расскажу И сейчас расскажу Подноготную Вот Начал Рассказывать Как и что Ой Отец Я тебя больше Не оставлю Будем всегда Ходить вместе С храма Вот Вот так Это была Третья Попытка КГБ Втащить меня В свои сети Ну конечно Тут очень Даже было бы Лестно С них Странно Если бы я сел В машину Даже ничего Не произошло С этими девицами А сделали бы Пару снимков Не в пристойном виде Вот и все И Воле-неволе Пришлось бы Может Или из церкви Выходить Или работать Как они говорили На них Ну вот Господь миловал Вот эти три случая Конечно Это просто Как сказать Явно Что Господь Укреплял И помогал Мне По молитвам Бога матери По молитвам Святого Николая По молитвам Моих старец Матери И всех Которые молились За меня грешного Ну что еще Рассказать Ну приехали мы На Афон Накануне Святого Николая Памяти летнего Ехали Интересно Во первых Было много Вещей Вещи Которые Были Дорогие Драгоценные Вот Остались в отделе Потом их Растащили Об этом Я писал Письма Не буду Говорить Слава Богу Я готов был И В нижнем белье Лишь бы быть На Афоне Так что Ничего Вот Приехали мы В Афины Капиталистическую Страну Смотрим Машины Совсем Другие Покраска Самолетов Покраска Авиамашин Совсем Другие Какие-то Неприветливые Как наши Так нам Показалось Мне по крайней мере Показалось В Афинах Нас встретил Отец Месаил Отец Тимофей Ныне Игум Аропоса Монастыря Параклита Вот Он знал Хорошо Русский Сам он Грек Из Воронежа Там долго Мы находились В Афинах Потом Нас пересадили В самолет С вещами же И мы В Салониках В Салонике Пришел Павел Иванов Селиванов Встретил Долго Что-то мы там С вещами были Посадили Нас В Машину Грузовую Но у меня В кабину Слава Богу Потому что У меня были Ичмени Такие вышли Большие И черги Ичмени Тоже Перед этим Как был В Киеве И простыл Вот И мы так Приехали В Уранополис Приехали В Уранополис Надо было Заплатить За гостиницу В то время 4 тысячи Драг Ну это Дешево Сравнительно Ну Сказали У нас Таких денег Нет Гостиницы Нанимать Не будет И нас С вещами Перетаскали вещи В маленький Ботик Деревянный И вот мы В Ботик Спустились Сидя Сидели Всю ночь В этом Ботике А Ботик Отвезли В море Бросили на Якорь Поднялась Буря Как сейчас Помним Дождь Пошел Этих Отцов У нас было Пятеро Человек Насельников Почти 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 Вырвало И в машине Живые Ботик Ботик Наш Когда-то Монастырский Был Продали Старцы Едем Недалеко От берега Все Блаухает Как раз Цвели Лилии Цвели Апельсины Лимоны А там Кругом Лимоны И апельсиновый Рощ Такое Блаухание Поют Соловьи Я прилег На корне Лежу Вот И просто Ну как В рай едем Приехали Нас Встретили Отцы В то время В монастыре Ни машины Не было Ни трактора Ничего Все на своих руках Перенесли Отец Игуменом был Отец Авель Македонов Который Сейчас В Рязанской Области В Рязани Вернее Вот На На покое Уже В храме В монастыре Богословском Так Вот Взяли Благословение Игумена У отца Иеремии Нынешнего Игумена И вот На Вечер Бдение Святому Николаю Отец Авель Помню Говорит Отец Николай Ну что Начинай Бдение Я говорю Отче Благословите Начать Но я же Не знаю Ваших Так сказать Уставов Буду Может Не так Не по-афонски Что-то Кодить Там Или что А ну да Ну тогда Вставай на клирос И вот Я встал на клирос И первая служба Первая Так сказать Это было В Покровском Храме В честь Памяти Взятителя Николая И так вот Мы приехали При помощи Божьей Матери И По Ходатайству Святого Николая Именно в его день В нашу Русскую Обитель Ну Что сказать Да Вот здесь Я упустил Перед как Приехать на Афон Я Два раза Побывал С Тултоноши А почему Я там бывал Сейчас скажу Познакомился С матушкой Митрофанией Которая была В Иерусалиме А потом Скончалась В Дивееве С химонахиней Как ее Манефа С химонахиней Манефой Вот Она была Откуда-то Оттуда Недалеко От Оренбург С Оренбургской Области В общем Сама И она знала Отца Мисаила Томина Даже была у нас Как-то в Оренбурге Вот мы познакомились И она должна была Уезжать в Иерусалим Попросила меня Приехать Помочь С вещами А поскольку Я отправлял Вещи на Афон Часто Вот То я был знаком С этим Как что делать Я был первый раз А когда Она приехала В отпуск Уже С Иерусалима Вот Попросила меня Приехать Помочь И так же С вещами И прочее Она была В Москве Встретились мы В Москве Она приехала Раз Грузия Вот Ладану Не пускает Игуменю Эту Матушку Митрофанию Расположились Пошли Пришел я Мы пришли Она нас хорошо Встретила Очень радостная Такая Веселая И вот Поскольку Она была Хохлушка Начала Говорить Называет Это еще До приезда На Афон Называет Города Называет Поселки Называет Все Вот Кто-то Он ездил Все в третьем лице Вот он ездил Был там Был там Был там Был там Делал то И все Вот то А потом Говорит Говорит Начинает читать Евангелие И начинает Сюда Со слов Языки Новые Зловолят Языки Языки Новые Зловолят На недужные Руки Возложат А что смертные Спьют Не вредит Им до конца Это третье Евангелие Воскресное Раз Прочитала Я не предал Никакого Не предал Никакого значения Второй раз Опять говорит 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 На них Метрофанию И на Спинницу нашу Внимания Никакого Не обращают Все Говорит Мне Говорит Ну я Как-то Отвязаться Думаю Сколько можно Второй раз Говорит Я ничего Не понимаю Третий раз Евангелие Прочитал Но мне Уже Терпения Не хватает Да Потом Видит Что Мне Ничего Не доходит Она Прямо Мне Сказала Николай Поедешь На Афон Будешь Жить На Афоне Скажи Отцу Игумену На Афоне Братья Ведут Себя Очень плохо Пьют Вот такими Этими Не стыканами Канаты Как канаты Господи Канаты По-гречески А по-русски Кувшинами Вино А ты Говорит Если Хочешь Чтобы Все было У тебя Хорошо Пей только По праздникам И понемногу Показала Сколько Вот А матушку Митрофанию Послала За бутылкой Водкой А ты Говорит Принести Бутылку Водку А та Слукавила Пошла И говорит Магазин закрыт И не принесла Ну ладно Ну А ты Говорит Еще Последнее Что она сказала А ты Говорит Не во всем Отцу Игумену Доверяй Открывайся Ну это Мне взорвало Еще больше Думаю Как так Не доверять И отцу Игумену Не открываться Это же Совсем Безумие Вот тебе И блаженная Вот тебе И еродивая Вот В общем Даже плохо Подумал О ней Но она Заулыбалась Да И говорит Скажи Обязательно Отцу Игумену Это все Чтобы он И справился И справил Братья Иначе Господь Накажет И обитель И отца Игумена А тогда Был Как я уже Сказал Отец Авеля Игумену Вот Ну Митрофания Начала Во-первых Зевать Тоже Искушаться Ой Пойдем Отец Хватит А она Говорит А мы Должны Были Пойти К священнику Она говорит Слушайте Посидите Там Большего Священника Вам Откроется В роли Ну В этом роде Оказывается Там Такой был Благодатный Священник В то время Ну Митрофания Стала Слушать И мы Пошли Оказалось Священника Нет дома Его Вызвели В КГБ Молод В доме Был Свой Иконостас Иконописная Так что Не знаю Вот Вот так Не слушаться Старец А перед тем Как уйти Она прочитала Мне вдоконку Стишок И такой Стишок Который Вот именно Всю мою Вот Жизнь Как бы Обнимал Вот И там же Кодилы Ты благовонный То есть Перед тем Как меня Рукоположить Диакона И прочее И Мы вышли От нее В общем Когда я приехал На Афон И первая трапеза И Общение с братьями Думаю Действительно Смотри-ка Как будто Она здесь сидела И все знает Ну Подошло Подошел Троичный день Святой Троицы день Как раз Набдение В Покровском храме Как сейчас Помню Я Попросился К отцу Авелю Вот Он говорит Ну заходи Там же В Покровском храме У нас есть Там где Ризница Вот И вот Он начал Расспрашивать За отцами Саила За то За Тро А я ему Сказал Отец Авель Вот Простите Но вот Паша Блаженная Так она и сказала Скажи Сказала Блаженная Паша Паша Блаженная Вот Этого Недалеко Золотонож Был Сказала Что Ой то И то И то Еще много Чего там Она говорила Вот Отец Авель Махнул Рукой Ах Как пели Так Пускай и пьют Браво Тут не исправишь Ну В конце концов И сам Уехал Через полгода После октября Когда Никодим Метрополит Скончался У папских ног Вот Он тут же Выехал И не вернулся Больше Вот Видите как Получается Вот Вот я был У этой тоже Блаженной Звали ее Параскева Поминаю Как-то Недавно Приехала Владыка С тех краев Сафронии Кажется Владыка Откуда вы Да я Из Черкассской Области Я говорю А вы знали Вот Такую Параскеву Кто его Не знал В наших краях Я еще был Иеромонахом Вот Пришла к ней Монашка Золотоноши А я ехал В случае Который Привел меня На Афон И вообще С Афоном Связан Да ты что Ну я ему Рассказал Кратенько Что Ну вот Приеду Благословлю И сказал Даже какую-то Там Грамотную Рабу Божию Поручит Именно Собирать Материал О этой Блаженной Параскеве Моей Спутнице Она пропела Самарянку А мать Митрофаня Рассказывала Что Когда она Первый раз Была у ней Перед отъездом В Иерусалим Она Пропела Тропар Кресту твоему Поклоняемся Владыку И святой Воскресенье Твоей славе Несколько раз Она говорит Матушка Поеду ли я В Иерусалим Или нет Как что Она ей поет И все Вот был ее ответ И когда Митрофаня Говорит Я приехала В горний монастырь Выносили крест И пели Кресту Твоему Поклоняемся Владыка И в арте Тогда вспомнила Эту Блаженную Вот По милости Божией На Руси Были тогда Такие Старцы И Господь Сподобил меня Бывать у них Ну По своему Легкомыслию Ветренности Моей Никогда Ничего не спрашивал Ну я думаю Они хоть Знаю мою немощь Знаю мою Молятся Они о них И я их Поминаю Каждый раз На литургии А что еще Могу сделать Вот так Мы начали Жить Монастыря Но Монастырской Жизни Я лучше Помолчу Пока Потому что Много Чего Нерадостного Если Плохого Можно сказать Нужно Сказать Поэтому Лучше Опущу Как-нибудь Другой Раз Опишу Если Конечно Бокс Подобит Вот Ну вот Поскольку Блодяна Говорила Языки Нового Словолю Меня Скоро И направили На Корею Там был Антипрос Отец Давид Цубера Я там Помогал И заодно Ходил в школу Афонскую Слушать Первый класс Ходил Там Они хотя Греческий Не изучали Но все равно Ходил Ради того Чтобы Хотя бы Произношение Иметь хорошее И Кстати сказать Господь открыл Просто мне этот язык Я уже Вскоре начал Служить По-гречески И меня Греки Не отличали Что я был Иностранец Говорил Без акцента Ну Правда С ошибками Скажем Артикли Не так Поставил Или там Окончание Не то Или Род не тот Потому что Вот Ну Не было акцента Даже Греческого Служил в Протате Учера Достойно Служил В Ивере Целую неделю Служил В Лавре Литургию В Лавре Афанасия Сам служил Имея ввиду Не сослужил Сослужил почти везде В каждом монастыре Служил в Ксенофонте Целый месяц Вот Для практики Слава Богу За все Я самый Счастливый Человек А главное Что Имею Возможность Читать В оригинале Священное Писание Великое Великое Счастье Ну ладно Отец Что говорить Это же 26 лет Прожил я 27 даже Считай Скоро будет Поэтому Обо всем Говорить Это Нам И ночи Не хватит Ну что Скажу Пару слов О старце Паисия Конечно О нем Сейчас знает Весь мир Православный А Россия Тем более Книги переведены Многие его Вот И конечно Я думаю У каждого Читающего Творение Отца Паисия Даже Не возникает Мысль Что Дело Простого Какого-то Монаха Нет Это просто Святой человек Жек был На земле Люди Шли к нему Ислял Помогал Молитвами Все это Так сокровенно Все так Смиренно Что Мы ходили К нему Я ходил Несколько раз Паломников Водил Старался Архиереев Даже водить Наших В то время Приезжали Только к праздникам Святого Пантелеймона Или на Покров В Мике Вот Я старался Все-таки Сводить их К старцу Паисию Побеседовать Хотя сам Лично Отца Паисия Никогда Ничего Не спрашивал Вот Думаю Ну что Спросить Скажем Как спасаться Он скажет Смиряться Слушаться Игумена Жить По заповедям А как Смиряться Нелегко Поэтому Не спрашивал Ну Однажды Я его Искусил И вот Как это Случилось Могу даже Поведать Это было Я был уже Антипросопом Вот Десять лет Сидел В Киноте Антипросоп Это представитель Монастыря То есть Как бы Представляю Целый монастырь В одном лице В Киноте Имею Голос Как и все И Которое решение Берется Голосуешь Да Нет И прочее Ну в общем У власти Так сказать Сидел Потом В 92-м году Уже Так сказать Пошел на покой Тоже Целая история Об этом Можно говорить И говорить Ну не буду Сейчас это Все плохое Оставлю на Письменное А сейчас скажу Вот о старце Поэзии Уже был я Антипросопом Много лет Старца Поэзии Много раз Видел Вместе Даже Как-то были О официальных Таких Приемах Когда патриархи Приезжали Или еще кто-то Вот Обедах Или на крестных ходах Когда достойно Боевали крестные ходы Тогда и старец Поэзии Выходил И он меня знал Я его знал Вот И вот Однажды Ко мне Летом Пришел С Америки Батюшка Один Русский Эмигрант Как сейчас помню Отец Иоанн Карась Сейчас он уже Покойничек Тогда ему было За 70 И говорит Отец Николай Мог бы ты Пойти Со мной К старцу Поэзию У меня есть Много проблем Вот И быть моим Переводчиком Ну я говорю Пожалуйста Хотя самому Честно говоря И не хотелось Потому что жара была Ну думаю Старец приехал Здесь далека Пойду Оставил все дела свои И пошли мы с ним От кулака До старца было Ну полтора километра Может Ну от силы два Пришли Келья А его не оказалось Стучали Стучали Нет А там Была Вывеска Старец повесил Поэзию Что я пришел В келью В пустыне Для того чтобы С вами Лясы точить В этом роде А для того Чтобы молиться Поэтому если хотите Оставьте записочку Я помолюсь Больше вам пользы Принесу Нежели буду С вами Разговаривать О пустом В этом роде Была записка Я ему перевожу Вот так и так Записка Висит О отец Давай Пиши И начал мне диктовать Я от его имени Начал писать Я Братарей Такое-то Вот Супруга Моя матушка Скончалась На приходе Такие-то Проблемы И прочее А потом думаю Стой Отдай-ка я Подпишу И свое имя И пишу Дальше Помолитесь И о Иеромонахе Николае Очень нуждаюсь В святых Ваших молитвах Я отпустил Эту Записку Ну поскольку Я был Антипросопом Жил один Ну альгоре Единому И это вот Я испытал На себе Сегодня Помолишься Завтра Поленишься А там Начали Передачи Перестроечные Приемник Появился У меня Послушаешь Какую-нибудь Передачу И не до молитвы Вот И вот Начал лениться Прямо скажу Богу молиться И вот Прошла неделя Я думаю Больше недели Не прошло После того Как я Опустил Эту записку Я обычно Как обычно Лежу На диване У себя В кунаке А кунака Это представительский дом Двухэтажный У нас Кстати И вот Я в нем Один На эти два этажа И храм свой Лежу так Сплю И вдруг Вижу Кельем В келье Дверь открывается Входит Старец Паисий Подходит Ко мне Вот За плечо Меня берет И говорит Эй Николай У него Скрипотцо Немножко Был голос Патер Николай Ты просил Молитв А сам спишь Давай Вставай И ты на молитву Помогай мне Когда я услышал это Посмотрел Действительно Старец Паисий Передо мной Думаю Эй И может быть Как он мог Закрытыми дверями Войти Искушение Перекрестился Не уходит Посмотрел на него Сквозь Глаз Прищуренных Да Стоит Ну еще Он был возле меня Видит что я такой Ну как сказать Ленивый И нерадивый О своем спасении Смотрю После того Как он меня Растревожил Дверь хлопнула Старца не стало Когда дверь хлопнула Я пришел в себя Думаю Как же Дверь хлопнула Я же слышал Выскакиваю Смотрю Никого нет Думаю Нет Все таки Это искушение Бесовское Продолжай Батюшка спать Ну в общем Это первый был Такой Интересный случай У меня Старцем Паисием Второй подобный Был Старцем Паисием Уже Когда я поехал В 89-м году В Иерусалим Попал я В Иерусалим Вот Поехал к Пасхе Я приехал К Святому Пантелеймону Почти 4 месяца Там жил А почему Потому что Приехал туда Там как раз Духовник Вот Отец Никита Тогда Восславлял Миссию И другие Уехали в отпуск Меня очень просили Остаться В женском монастыре Корнинском И Быть как бы Духовником Даже Ну исповедовать Монашек И Служить Литургии И остался Ну в общем Пока Я когда приехал Это был 89-й год К Пасхе Побыли несколько дней И мы поехали С отцом Синессием И другими Там Два брата Георита Поехали На Синай Поехали на Синай И нас расположили В огромной Келии Вдвоем С отцом Архимандритом Синессием И вот В первую же ночь Примерно За несколько минут До службы Уже на рассвете Значит Не на рассвете Но ночью Вижу То же самое Открывается Дверь в келью На пороге Появляется Старец Паисий И с ним Женщина Благообразная Прекрасная Женщина Ну Не от мира Всего Прямо скажу Почему Потому что Ну какая бы Женщина ни была Мирская Ну Тем более Это еще и молодой был Можно было и посмотреть А здесь Как увидел Их взор Посмотрел На их Вот так Мне как бы Ну Чувствую Что старцем Поисим Как стоит Какая-то Святая Женщина Я как Заяц Включил Вход Задний вход И забился В угол И сижу И вот Начали говорить С ними Но говорить Это Духовно Как Даже не могу Объяснить Вот как будто Не так как Вот я сейчас Говорю Ваш микрофон Говорим Как бы Помыслами Что ли Мыслями И вот Передо мной Отцы Встает Вся моя жизнь Ну С каких лет Ну Может даже Шести Семи И вот Все неисповеданные Грехи Которые я неисповедовал По забвению По неродению Как хотите По лености Даже не знаю По стыду ложному Не знаю Которые Вот Передо мной Как бы Кинокамера Что ли Вот Я маленький Чуть больше Вот я уже такой И вот Все грехи И вот Они как бы Говорят Вот это твой грех Я говорю Да И это ты делал Да И это И это И это И оказалось У меня столько грехов Боже мой Я начал во сне Или на его Даже не могу представить Как это случилось Я начал плакать Рыдать Вот И не знаю Чем бы кончилось Но В это время Начали звонить В Билла Монастырская И я проснулся Или очнулся Как хотите Смотрю Подушка Действительно У меня вся В этом В слезах Что такое Думаю Говорю Отцу Синессию Ты что-нибудь видел Нет Говорит Спал спокойно Я говорю Вот у меня Такое было Старец приходил Говорит А Говорит Не обращай внимания Искушение Галлюцинация Ну как обычно Да Искушение Ну ладно Искушение Искушение Пошли в храм А потом Он же И говорит Слушай Николай Давай поднимемся Тут к старцу Адриану Живет в пещере Тут В храмике Святой Эпистемии Галлюцина Галлюцина Вот Иисоп Иисоп И в конце концов К вечеру Мы пришли к нему И попросились Исповедь И поисповедовались Вот На греческом языке Вот это Одна сестра Встану И поможет И поможет Рассказ О себе И завтра Пошли Ну и написал адрес Примерно так Корея Старцу Поистю Подвижнику Думаю Дойдет Через три дня Я вижу Она уже работает В кухне На кухне В трапезной Ну думаю Поинтересуюсь Что ж такое Подхожу Так Матушка Ну как вы Отправили письмо Ой Отец Забыла Я же что ж так забыл Ой Забыла сказать Ведь в тот вечер Когда мы написали письмо Я пришла В келью Вот Легла Заснула Вдруг вот Открывается дверь Входит Какой-то Благообразный Монах Прошел Вот Перекрестился И говорит Я Врач Висей Подошел К иконе А вот У меня ломбаточка Горела перед иконой Взял маслица На пальчик И Помазал Мне чело Мое И я утром Встала Говорит Совсем Здоровая И Я говорю Ну и слава Богу Благодарю Господу Вот Говорит Слава Богу Говорит После этого Господь еще Привел меня Два раза Быть в Иерусалиме Она также Работала На кухне В трапезной И также Не поняла Что с ней Произошло Чудо Божие И что Старец Поисии По молитвам Старца Поисии Или как хотите Или Старец Поисии Вот Исцелил ее Еще при жизни Своей Нашу Послушницу И инакию Вот это Три случая Старца Поисия Ну конечно Можно и много Что рассказывать И из практики Скажем Антипросовской Моей Столько было Всего интересного Вот даже Хочу привести Вот такой пример Однажды мы Уже С отцом Антонием Отец Антоний Великий был человек Датчанин Вот Подвижник О нем тоже Как-нибудь скажем Может когда будем писать Вот И что Мы уже Последнее время С ним каждый день Служили литургией Он приходил Петь ко мне И вот Однажды Мы решили Одно дело Провернуть с ним По нашим меркам Это дело Было очень Боговодное И даже На пользу Обители нашей Но со временем Конечно Все открылось И уже Все стало бы ясно Но в то время Для нас было Это вот Надо сделать так Ну мы с ним поговорили Накануне Вот завтра Пойду я в кино И буду поднимать Этот вопрос И что вы думаете В эту ночь Мне Ну как сказать Наяву Не наяву Как хотите Приснился Или Привиться Игумен Предстал один Наш Игумен Святогорец Не нашего Монастыря А святогорец Но обычно Как греки Когда подходят Берут благословение Они просто Рукой Дотрагиваются Твоих рук И все И вот Кончено Тем более Я священник И они священники Просто по рукам Чуть-чуть так И все А здесь Я подхожу к нему Как будто взять Благословение Как у Игумена Герунда Эблогите Говорю ему Кланяюсь И он Таким широким Русским крестом Начинает Ограждать меня Значит Во имя Отца И Сына И Святого Духа Я хочу ему сказать Что мы решили С отцом Антонием Сделать А он Даже не выслушивает Говорит Отец Николай Патер Николая Что задумал Не делай Терпи Молись Господь поможет Я опять начинаю Говорить Отец То и то Отец Николай Что задумал Не делай Молись Терпи Вот такой Случай был Еще однажды Подобный случай Был С нашим Монастырем Отцу Игуми С нашим Отцом Игуми Мне надо было Что-то Тоже Было Доложить ему Очень важное Вот Вот так же Я увижу его Нахожусь у него В келье Вот Он в валеночках Вот даже запах Такой Такой Который Только Игумена В келье Всегда Он выходит И говорит Барюшка Вот то и то Случилось Как быть Как поступить Он тоже Подобный Вот этого Игумена Не буду говорить Потому что он еще жив Вот Греко Игумена Имя не буду называть Наш отец Игумен Игумен говорит Николай Ну что же делать Терпи Потерпи Молись Вот Господь поможет И так два раза Не сказал Ну я все-таки Это было как Это я уже был В киноте Думаю Ну что ж Видел во сне Да Видение Или там Как хотите Думаю нет Пойду к Игумену Все-таки доложу ему Прихожу Стучусь к келье Открывает Отец Игумен В этих же валеночках Тот же запах Те же слова Ну все Как будто Я уже это видел И говорю ему Батюшка Так и так Ну что ж Терпи Терпи Молись Господь поможет Вот эти случаи Интересно Вообще Тоже необъяснимо Просто Ну что еще Рассказать Ну а старцы Поисии Рассказывать Что рассказывать О нем Столько книг Сейчас написано И все Вот У меня был Как-то приехал Ко мне тоже Брат родной И отец И мы ходили К нему К старцу А поскольку Брат мой В своей молодости Своей Отрицал Бытие Бога Потому что Очень много Начитался Книг Перечитался Библиотеки Известные Библиотеки Были Безбожные Вот Ну По милости Божьей Сейчас он Намного Очень Глубоко Верующий И даже Его вере Приходится Мне теперь Завидовать Ну Тогда вот так Было И когда он Приехал Первый раз Мы пошли К Паисию Я его попросил Старец Паисии Говорит Брат когда-то Мой был неверующий Сейчас Слава Богу Все хорошо Ну Еще Что-нибудь такое Скажите Подлейте Как он любил Безинчику В машину Масло Вот Чтобы завелось Еще больше И он Вот То что описано У него в книге Он мне это повторил Лично мне Я был переводчиком Брату и отцу И он говорит Вот когда я переезжал С келью Келью Панакуду Которая Что возле Кореи То я Упаковал Свои вещи И когда приехал На эту келью Утром Надо было Молиться Ночью Встал на молитву А не знаю Ни день Ни месяц Ничего уже Не помню И молюсь По четкому Святой дня Моли Бога О мне грешным И прочее И вот когда Дошел По четкам До девятой Песни Вдруг Предстал Передо мной Какой-то Мученик Ну видно Старец Их часто Видел Я так понимаю Я говорит Его спрашиваю Ты кто? Лонгин? Нет Говорит Старец Я не Лонгин А кто ты? Я Лукилиан А Лукиан? Нет Говорит Старец Не Лукиан А Луки Ли Ли А Луки Ли А И вот он Видение кончилось Я вот тут же не поленился Распечатал Эти свои Баулы Эти как Не баулы Ну скажем Чемоданы Где вещи Лежал Достал Достал Минею Достал Календарь И оказалась Память Святого Лукилиана Вот Видите как Это он мне Рассказал Для брата И для меня Чтобы утвердить Нас веры И вот это Что я вам говорю А теперь Для меня это Что было Что нет Но может кто-то услышит И Кто-то утвердится вере Действительно Над нами Бог Вот Ничего случайного не бывает Ничего Сейчас я Восемь месяцев Нахожусь На древнейшем Русском скиту Скиту Богородичном Честь Успения Божьей Матери Силургу Так называемый Вот Его история Восходит к 10 веку Здесь чудотворный образ Божьей Матери Сладкое ладжание И столько Видим чудес От иконы Столько Попечения Нас грешных Но если вы записываете Это все Или Вот Это просто Можно целую книгу писать Вот даже в наше время Вот Вот так как Матерь Божия Заботится о своих рабах Несмотря на все Мои недостатки На все наши грехи На все наши Роптания И все Столько Столько делает Удивительно Как Господь Еще терпит Меня грешного И вот Видите А Еще вы хотели За Порфирией знать Ну что можно сказать Порфирию я не видел На Афоне А вот когда Я ехал с Иерусалима Возвращался В 89 году Там было много Проблем с монашками У каждой Свои проблемы И они очень Просили меня Я рассказывал О Порфирии О старце Паисии И Когда он еще Был неизвестен К них то не было О них И они просили Если буду У старца Порфирия То Ну Сказать им О их нуждах И чтобы они Помолились И вот я Будучи В Афинах И съездил туда К нему На благословение Ну поскольку Я уже говорил Я никогда Ничего не спрашивал У старцев Просто прижал Брал благословение И уходил Вот Или просто сидел И смотрел На них Как они принимают Других И никогда Ни о чем не спрашивал Правда Спрашиваю Спросил однажды Паисия Брешу Обманываю Однажды Спросил Отца Паисия Слушай старец Помолись Что ты мне С памятью Какая-то Какая-то чепуха А что В шутку Конечно Он любил Так Шуточный тон Я говорю Ну вот смотрите Что-то запомнить Церковное Проповедь Там Или какое-то слово Я не могу И два слова Связать А вот Что-нибудь плохое Какую-то песню Слышали Что там Быстро запоминаю Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ того. Оставить монастырь, да пойти куда-нибудь спасаться. Вот. В монастыре навряд ли я спасусь. Эй, говорит, хорошо, пойди. Говорит, укажи мне место, где нет дьявола, и я тебя то пошлю. Ну, рассмеялись и он, и я. Вот. И вот, когда я поехал к Порфирию навстречу, пришел, нас было там трое или четверо человек, это было рано утром, как раз духовник иерусалимский подъехал. И я. Ну, думаю, что я буду занимать старца, когда тут духовник приехал. Пришел, взял благословение, передал ему несколько деревянных крестиков иерусалимских, поцеловал руку и вышел. Как видно, старец Порфирий хотел что-то сказать мне. Он меня снова вернул к себе в келью через свою келеницу, а келеницей была его родная сестра, кстати сказать, умерла монахиней Порфирией. Посрегли ее в честь, старца назвали. Я пришел снова в келью и опять-таки рассказал о проблемах наших матушек, о их искушениях. Попросил святых молитв и о себе. Попрощался и отбыл в Афины, а оттуда поспешил в Иранополис и в обитель нашу, так как это было накануне нашего престольного праздника памяти святого великомученика и целителя Пантелеймона. Вот так произошла встреча у меня с отцом Порфирием. одна единственная и то не на Афоне, а в миру. И вот так с моей стороны очень как сказать недуховно. Конечно, если бы сейчас встретился с Порфирием, старцем, то единственное, что бы я попросил, то, то, что бы он поисповедовал меня, он бы все мои грехи при решении взял бы. По крайней мере, вы, живя на Руси, надеюсь, что в России еще есть старцы, не повторяйте наших ошибок и если есть возможность посетить старцев, то посещайте и спрашивайте довольно-таки существенные вопросы разрешайте с ними. То, что наговорено в этой кассете, я думаю, лучше никуда не употреблять, а если употреблять, то довольно маленькими этими отрывками, потому что записано, как я чувствую, очень скверно, малократно. за это время, которое мы прожили на Афоне, мы же почти не разговариваем, проповеди мы не говорим, поучения также не говорим, и поэтому я забыл русский язык, и поэтому вот простейшие рассказы, которые из своей жизни, я не могу даже рассказать нормально, человеческим языком, поэтому надеюсь, что со временем мы с Божьей помощью опишем и более подробно в нашем житии, бытии на Афоне, ведь мы когда приехали, захватили еще старцев, которые общались с старцем святым, с Силуаном, расспрашивали их о нем, что за человек, а вот такой же был, как и все вроде в монахе, никто не подозревал в нем сосуды благодати Божией, избранный сосуд, вот, был смиренный, кроткий, ни с кем не ругался, пребывал в молитве, вот и все, видите, тоже не ценили, и только после смерти узнали о состоянии его благодатном, но, кажется, когда я рассказывал о старицах и говорил о том, как мы поехали к тете Наталье, я, кажется, допустил ошибку, я сказал, что мы поехали в Путятино, совсем нет, не в Путятино, Путятино далеко от Шацка, тетя Наталья родом из Путятино, а жила она в Новоселках, поэтому мы поехали в Новоселки, и почему-то я часто называю в своем рассказе младшая сестра Матрона, хотя младшая сестра это Агафья, а Матрона всегда была средней сестрой, видите, так вот малограмотно я вам рассказал о этих старцах и о приключениях своих, о своих житии и бытии. Дорогой батюшка, вы просите рассказать меня о том, как я прибыл на Афон, когда, как стал монахом, и вообще о жизни моей на Афоне, а также бывал ли я у святого старца отца Паисия или Порфирия и прочее. Ну, во-первых, это долгая история, да, к тому же я все собираюсь обо всем этом как-нибудь написать более подробно, но, увы, лень матушка не дает мне этого сделать до сих пор. Да и то, надо сказать, если писать все как было, то получится очень нерадостная история, ибо на нашу долю выпал, я бы сказал, интересный и очень даже интересный отрезок времени. Уходило старейшее поколение старцы, которые жили еще при святом старце Силуане. На их смену приехали другие монахи уже с другими нравами, а мы приехали со своими недугами, а нас сменили новые поколения и так далее. Матерь Божия нас всех терпит, питает, греет, и, надо сказать, несмотря на все наши недостатки, любит, в чем можно привести много и много примеров. Ну, что же, исполню вам послушание и совсем кратенько расскажу.